Узбекистан стал лидером по производству легковых автомобилей среди стран СНГ. Согласно новому исследованию российского аналитического агентства Промрейтинг, за первые шесть месяцев 2022 года Узбекистан произвел больше легковых автомобилей, чем России и занял лидирующую позицию среди автопроизводителей СНГ по объемам производства. Как отмечает агентство, решившее составить рейтинг крупнейших по объемам производства автомобилей компаний стран СНГ, в пяти из девяти стран-членов Содружества независимых государства СНГ есть собственная автомобильная промышленность. В расчет взяты данные за 2021 и информация за первое полугодие 2022 года. По словам авторов исследования, поскольку за последние месяцы обстановка в мировой политике и экономике резко изменились, статистика 2022 года содержит в себе некоторые неожиданности. В СНГ входит Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Суммарная численность населения девяти государств – почти 250 миллионов человек. Это огромный рынок, хоть и не объединенный в рамках СНГ общим экономическим пространством. Только первые пять из перечисленных стран работают совместно на условиях единого таможенного и экономического пространства, поскольку являются членами и другой организации региональной интеграции, Евразийского экономического союза ЕАЭС. Однако некоторые формы упрощенного внешнеторгового взаимодействия по отдельным категориям товаров и на особых условиях предусмотрены и внутри СНГ. Развитая автомобильная промышленность исторически со времен СССР сложилась в России и Беларуси. За последние 25 лет с нуля крупные автопроизводства были возвращены в Узбекистане и Казахстане. Также в Беларуси сформировалось производство легковушек. Небольшие автосборочные предприятия за последние годы возникли в Азербайджане. Стоит оговориться, что в последние годы крупнейший автопроизводитель Казахстана попал в ситуацию, в которой бизнес по производству сразу нескольких брендов пришлось закрыть. Сейчас статус лидера перешел от Азии Авто к СРРК Автопром. Также отметим и подвешенное состояние ижевской площадки Автоваза. На момент проведения исследования в медийном пространстве появилась информация о возможном переносе производства Лада Веста из Ижевска в Тольятти, отметили эксперты промрейтинга. Вот как соотносятся объемы производства легковых и легких коммерческих автомобилей в этих пяти странах по итогам 2021 года. По результатам 2021 года топ-10 крупнейших производителей легковых и легких коммерческих машин в СНГ выглядел так. Автоваз Россия 430 тысяч авто Азотомоторс Узбекистан, 236 тысяч авто Хендай Мотормен и Фэкчен Рас Россия, 234 тысячи авто Автотор Россия, 177 тысяч авто Фольксваген Групп Рас Россия, 118 тысяч авто Газ Россия, 117-127 тысяч авто, 65-75 тысяч легких коммерческих авто собственного бренда. Точных данных нет и 52 тысяч легковых ВВ и Шкода Рыно Россия, 188 тысяч авто Тойота Мотормен и Фэкчен Рас Россия, 81 тысяч авто СРРК Автопром Казахстан, 60 тысяч с учетом грузовиков и автобусов Ниссан Мотормен и Фэкчен Рас Россия, 45 тысяч авто. По мнению экспертов промрейтинга, в течение 2022 года автозаводы Узбекистана и Казахстана будут активно наращивать выпуск машин на своих конвейерах, поскольку они не обременены международными ограничениями, от которых в настоящее время страдают предприятия в России и Беларуси. Кроме того, вызывает неподельное уважение у экспертов промрейтинга грамотная инвестиционная политика Азота Моторс. Компания вложила в производство автомобилей на новой платформе GM Gem на своих мощностях 620 миллионов долларов. С июля 2022 года на мощностях узбекской компании в Асаке стартовал массовый выпуск товарных образцов новейшего кроссовера Chevrolet Trek'а, в Начал.